Давайте в продолжение этой темы Сразу далеко ходить не будем Давайте вот, Оля Не могу справиться с высоким эмоциональным фоном По любому поводу Не вижу, как создаю свои эмоции Ну вот, он, скорее всего, будет Очень похожий Да, опять же, человек не видит, как он Создает свои эмоции Оля, пожалуйста, позвоните мне Оля Алло Здравствуйте Привет Оля, да? Да Супер Сколько вам лет? Мне 30 Ну, я вас слушаю Рассказывай Ну, на сегодняшний день Здесь какое-то, что эмоции берут вверх То есть, по любому поводу И я не могу понять Давай уточним, какие эмоции По какому поводу Ну, элементарно Началось все с панических атак Со всей вот этой вот Жути-мути Длится это все практически года три И длится периодами То есть, период хорошо, период плохо Ты меня не услышала Еще раз повторить вопрос Какие эмоции По какому поводу? В чем проблема? Эмоция злости К примеру Касается детей То есть, элементарно Я вожу ребенка спать Да, ребенок не хочет засыпать Начинается Жуткая эмоция гнева Раздражительности То есть, я как бы считаю Что ребенок должен спать Что-то где-то сказали Не так в магазине, например Не так посмотрели Либо что-то там ответили Какое-то такое Все, сразу же поднимается Эмоция гнева Снова раздражительности Снова получается такое Что он, к примеру Не должен так сказать Либо там не должна На меня так посмотреть И я не отслеживаю их В целом Еще какие-то эмоции Кроме гнева В этой социальной истории С ребенком есть? Ну, скорее всего Она основная То есть, она запускается Моментально Эмоция запускается А приведи мне еще Несколько примеров Итак, когда тебя Не слушается ребенок Когда как-то Не так ответили Или не так посмотрели Еще можно пример? На работе То есть, я сейчас В декретном отпуске До того, как я Ушла в него На работе была Такая ситуация Что начальство Например, там Что-то меня попросило сделать Я это сделала Где-то что-то Я сделала не так Ну, к примеру Там, да Ошиблась или что-то Все Здесь снова поднимается Та же самая эмоция То есть Почему она мне так ответила Она не должна была Мне так ответить Она должна была понять Что я человек Имею право на ошибку Что-то вот В этом То есть, в принципе Ты ошиблась Но все равно Они уроды Да Да Что-то об этом всем думаешь Ну, если честно Сказать, что Я люблю, чтобы было Все идеально Про себя Нет Такого нет Не, ну, критика К собственному поведению У тебя Она далеко не идеальна Она не идеальна И более скажу того Что у меня Как бы я сама себя Не принимаю В этих эмоциях То есть Меня Как бы Раздражает Почему я вот так вот Реагирую На все Слишком ярко Но ты вот Когда Ты сама Чего думаешь По поводу Вот этого Гнева Вот этих требований Ты же понимаешь Что там, например Ты ошиблась Тебе сделали замечание Но ты залишься Да Да Ты сама Об этом Что думаешь Ну, вот Пытаюсь В этом Разобраться Нет Ты думаешь Ты что Об этом Думаешь Сама Ну, я думаю Наверное Скорее всего Есть какие-то Скрытые Должествования Установки Которые Мешают Как-то Что-ли Ты что Об этом Думаешь Вот об этой Претензии К людям Сама Как человек Да Наверное Что они Не имеют Права Мне высказывать Что-то Но ты сама В это веришь Ведь ты же Когда злишься На ребенка Ты же веришь Что он должен Спать Да А с хера ли это Вот Вот именно Что Ну, просто Что да Но вот Объясни Именно на основании Что ты в это веришь Ты же говоришь Я в это верю На основании Чего На основании Своего Убеждения Что дети Должны К примеру Уложиться Там В 11 часов Да Все Все должны Спать А где Ты это Вычитала Вот Я проводила С собой То есть Я занималась С психотерапевтом Да Я проводила С собой Вот эту Когнитивную Терапию Что ребенок Не должен Спать В 11 часов Ребенок Там Индивидуальная Личность Которая Имеет Право Своего С режима Сна Бодрствования И прочего Сегодня я понимаю Это все Завтра наступает Ситуация Снова Эмоция Зашкаливает И вся вот эта Потому что Фишка диспута У тебя не в том Что ребенок Это личность Которая имеет Там право Плюс-минус Спать Там Когда-то Да А там Диспут Не к этому Диспут К тому Что Все должно Быть так Как я считаю Правильным Я бы Наверное Даже Больше Сказала Что Должно Быть Так Как Я Хочу Как Я Запланировал При этом Когда Я Ошибаюсь И Когда Я Не Идеально Это Нормально Да То есть Когда Я Не Идеально Это Нормально Когда Я Подвожу Людей Это Нормально Когда Я Что-то Забыла Это Нормально Когда Я Какая Это Странная Это Нормально А Когда Люди Что-то Забыли Что-то Сказали Не Идеально Это Ненормально Получается Да Что Ты Об Этому Думаешь Ну Это Не Совсем Хорошо Ну Да Как Долго У тебя Вот Эта Черта Характера Присуща Тебе Когда К Самой Себе Критика Минимально А Вот К Окружающим Многовато С детства Со школы С института Со всего Потому что Родители Ну я понял Скажи Пожалуйста Были Какие-то В теле Странные Ощущения Болей Спазмов Боли Головные Да Да Я Мучилась Вот Три Головные Боли Головокружение Ощущение Мышечного Напряжения Какие-то Такие Дрожь А не менее Все Это Есть Да По сей День И Что Ты Обращалась К психотерапевтам Да Да И Что Они тебе Говорят Ну Честно Сказать Мы Тупо Занимались Ведением КПТ Это БЛИЦ То есть Модель АБС МБЦ Мысли Бла-бла-бла Во всем Это все Я проходила Полгода На терапию Но и Не крепятся Эти убеждения То есть Да Я доказываю Себе Да Это так Да Это так Но Вегетатика Как бы Она как Пляшет И к ней У меня Снова Убеждение Что А ты проходила Терапию Сертифицировала Специалиста Ну Как сказать Конечно Сертификаты Там Я не Прямо Так сказать Специалист Либо сертифицирован Либо нет Да То есть И диплом И он Член ассоциации Когнитивно-поведенческой Там есть Вот Это уже хорошо Супер Ну и что Что тебе не зашло А вот Ничего Не зашло Я Объясняю Себе Что Даже По Как бы По Жалобам По симптоматике Что У меня может быть Головокружение Да Потому что Я в неврактическом Состоянии И это нормально Но Опять-таки Обращаясь Внутрь себя У меня Никогда Этого не было У меня Это не должно быть Я должна Точно знать Что это Вегетатика А если Это Не Вегетатика Значит Это капец Это ужасно Это не про Вегетатику Это про то Что твоё величество Не должно Испытывать Дискомфорта Да Да Моё величество Ну и что У нас Что ты будем делать С твоей критикой К собственному поведению Ты понимаешь Что ни один Специалист Неважно В ассоциации Он не в ассоциации Он тебе не сможет помочь Тебя никто Не сможет помочь Понимаю Потому что Я пришла Не одного А трёх Специалистов Ну я тебе Про это и говорю Про лишь ещё трёх А это бесполезно Вот у меня величие Какое-то Мания величие Дело не в этом А дело в том Что для тебя Психотерапия Она в принципе Вот в том формате В котором она Идёт Она для тебя Бесполезна Для тебя Может быть полезно Только одно Это Снести корону Ну если хочешь Да Только Там проблема В том Что ты Сама Профанируешь Свою терапию Ты Пытаешься На ёлку сесть И задницу Не уколоть То есть Ты как бы Ходишь на терапию Ты как бы Пытаешься Что-то диспутировать С точки зрения Даже технологии Даже рассказываешь Рациональный ответ Но внутри Внутри Ты по-прежнему Хочешь Чтобы было По-твоему Поэтому возьми Сейчас ручку И напиши себе На руке Что Твоя терапия Это критика К самой себе Вот над чем Должен твой Терапевт С тобой Корпеть И когда Ты начнёшь Критично Относиться К собственному Поведению Не к людям А к себе Ежедневно Как тебя зовут? Оля Оля Оль Вот когда Ты начнёшь Каждый день Вести дневник Не КПТ А БЦ Или СМЭР А когда Ты начнёшь Вести дневник Самокритического Наблюдения Со словами Я не права И я сейчас Разозлилась Я не права Я сейчас Опять требую Я не права И если ты Внимание Хочешь Быть неправой Если ты Хочешь Развивать Критику К собственному Поведению Если ты Захочешь Скать Ничего Потерпишь Оля Потерпишь Оля Не развалишься Оля Вот если Ты способна Занести Себе В психику Потерпишь Не развалишься И критика К своему Поведению Тогда у тебя Прогноз Благоприятный Если ты Занести Критику К собственному Поведению И К толерантности К дискомфорту Не способна То Как Говорил Покойный Борис Дмитриевич Карвасарский Истерическое Личностное Расстройство Не лечится Ну не хотелось бы Конечно Нет Мало чего Те не хотелось бы Я тебе правду Говорю И Борис Дмитриевич Здесь абсолютно прав Истерическое Личностное Расстройство Не Лечится Поэтому У тебя терапия Неэффективна Она не лечится Потому что Там нечего Лечить С точки зрения Психотерапии Там Вопрос Внутреннего Подхода К жизни Если Женщина Говорит Вот Все должно Быть так Как я Хочу И это Мое Внутреннее Требование К миру Она может Вообще Быть Я не знаю Заведующим МГУ Понимаешь Психфака Ничего не изменится А там Таких Кстати Немало Соответственно Твое Расстройство Называется Истерическим Личностным Расстройством Оно же Конверсионное Поэтому У тебя И боли И спазмы И напряжение Профессор Фройд Открыл Истерию Истерию С латыни Матка Потому что Раньше Считалось Что этот Вид расстройства Свойственен Только Женщинам Из-за Матки Но потом Было доказано Что матка Тут ни при чем Это Типичный Женский Невроз Это Истерическое Личностное Расстройство Сейчас По-моему В ДСМ МКБ Его нету Как Зо Я не помню Это Оно Было Конверсионным Но Смысл Именно В этом Прочитая В интернете Все Публикации Только научные Про Истерическое Личностное Расстройство ты в принципе источишь историю вопроса Фрейда, потому что Берта Папперхайн, его первая истерическая пациентка с головными болями и отниманием ног и рук, это с этого психоанализа начался. То есть весь психоанализ это ты. Ты, такие пациентки, как ты, приходили к профессору Фройду, жаловались на головные боли, спазмы, онемения ног, рук. Фрейд был неврологом. И он из-за таких пациенток, как ты, открыл психоанализ. Объяснить? Ну да, если можно. Вот ты приходила к неврологу со словами профессор Фройду, у меня болит голова, у меня вот какие-то странные ощущения. Он тебя исследовал как невролог, он не мог понять, говорит, вроде неврологические жалобы, а как бы с точки зрения неврологии всё хорошо. И у него был приятель, его звали профессор Ширко. Да, они занимались гипнозом. И изучали гипноз. И в какой-то момент они решили эту пациентку загипнотизировать. Положили её в это полутрансовое состояние. И когда она глубоко успокоилась, её эмоционально взвинченное состояние закончилось, у неё перестала болеть голова и перестали там быть всякие физиологические спазмы. потом, когда она из этого состояния вышла, опять всё вернулось. И так Фрейд задумался о том, что оказывается тело реагирует на какие-то эмоциональные составляющие. С этого всё и началось. Потом он стал исследовать таких женщин, как ты, и оказалось, что у всех у них есть одна общая черта характера. Вспыльчивость, инфантильность, требовательность, напущенная сексуальность, громкий смех и громкий вообще голос, сексуальная такая агрессия под названием «Зачем вы трогаете меня, мужчина? Я стояла!» Это сто процентов. Я понимаю. Соответственно, вот это вот, он увидел, что это свойственно этим пациенткам, и он как раз и вывел тогда термин «стереус». Как истерия. Это не эргумательство, это латынь. Соответственно, так и начался психоанализ. То есть, ты – это классический пациент профессора Фройда более ста лет назад, поздравляю тебя, ты – это источник психоанализа, исток психоанализа. Прошло более ста лет с этого открытия, и я тебе так скажу. Первое. Можешь использовать миорелаксанты по назначению врача и спазмолитики снятие конверсий в теле. Потому что твои внутренние эмоции, они как разряженная молния. Они у тебя, когда там взрываются, у тебя начинает корёжить не по-детски. И ты можешь использовать вспомогательные препараты для того, чтобы снимать эти конверсии. Это по рецепту или по назначению врача. Можешь поговорить с неврологом, сослаться на меня, сказать, что вот я была у Алексея, мы говорили про истерическую конверсию, про истерию, про мой характер, про спазмы, про напряжение. Они 100% об этом должны знать. Какие мне можно препараты, которые вот в этот момент мне помогут? У меня были пациентки с истерией, которые принимали и феназепам, и реланиум по назначению психиатра, и психоневролога. Это нормально. Потому что обострение истерических припадков, оно бывает такое достаточно остренькое. У тебя были ко мне госпитализации в остром состоянии? Нет. До такого не доходило. Это хорошо. Это уже радует. Соответственно, тебе нужно понять, что если ты зашкалишь с эмоциями, надо иметь под рукой какие-то, не потому что это смертельно, а просто эти спазмы, головные боли, они просто будут сниматься только медикаментозно. То есть тут нельзя подышать, помедитировать. В твоём конверсионном варианте это не прокатит. Как мёртвому припарки. Понимаешь, да? Да. Соответственно, это первое. То есть ты имеешь право использовать какие-то седативные, танквилизирующие спазмолитические препараты, миорелаксанты по назначению твоего лечащего врача, невролога, психоневролога, психиатра. Это раз. Второе. Твоя психотерапия и твой невроз держат твоё внутреннее нежелание к самокритическому поведению. Поэтому твоя терапия это ежедневное отслеживание собственных претензий к миру и к людям. Понимаешь, в чём я? Ну, в общих чертах, да. Вот это очень важно. Потому что единственный способ, как сказал и Фрейд, и Корвасарский, и до него его учитель, как его называли фамилию? Месищев Владимир Николаевич, да, истерический невроз это практически неизлечимый невроз. Если только мы не сможем развить желание критики и толерантности к дискомфорту этой пациентки. То есть, если ты сможешь сказать себе, куда тебя несёт остановись, считай, ты имеешь уже очень хороший шанс. Скорее всего, ты неуправляема, когда тебя несёт. Да, да. И здесь твой терапевт, то, чем ты занималась, должны были изучать вопросы самокритики с постфактумом. То есть, когда тебя понесло, да, когда тебя понесло с точки зрения эмоций, когда тебя понесло в магазине, там, в общественном транспорте, и ты не смогла это отконтролировать, тебе обязательно надо это отработать потом самой собой, со словами там, Оля, в чём ты была неправа? Первое. Я вот с этим сейчас работаю. А можешь мне привести пример, как ты с этим работаешь, как выглядит диспут, что ты была неправа? по таблице я была просто на сезоне и по таблице, то есть, я создаю эмоцию, к примеру, даже, ну, вот элементарно с ребёнком, да, эмоция поучихла, я начинаю задавать себе вопрос, что ты сейчас, какую эмоцию ты сейчас вызвала, эмоция гнева, раздражительности, на чём она основана? На долженствование в том, что ребёнок должен спать, я не ожидала, что он не ляжет спать так, например, так поздно, да, там, и здесь уже начинают, то есть, дети... Я тебя понял, но я хочу, чтобы ты пошла чуть по упрощённой схеме, ты была на сезоне и там представлена в целом концепция по работе с эмоциями, если хочешь, приходи на 14-й и он тебе, может быть, будет поинтереснее, а я хочу, чтобы ты немножечко сейчас упростила до сезона на работу, знаешь как? Вот попробуй убери историю про там какие-то детали, оставь только одно. Должны ли люди и мир оправдывать мои ожидания и требования? И вот попробуй с этим жить каждый день. Просыпайся со словами должны ли люди, погода, планета соответствовать моим ожиданиям и требованиям? Попробуй пожить несколько недель только с этим. Погода не такая бесит, а должна ли быть такая? Если у тебя внутри постоянно да, то ты должна себе вопрос задать, а что я тогда хочу? Я хочу избавиться от своих симптомов конверсии или нет? Если я хочу избавиться от симптомов конверсии, то мне придется наступить себе на яйца со словами погода имеет право быть такой, как она хочет. Это погода. Запиши эту фразу мало ли, что мне не нравится, мало ли, что я хочу, мало ли, чем я недовольна. Звучит не очень, да, для тебя? Ну да, встречается такое внутреннее противостояние, что ли. Потому что даже про погоду в точку я утром, например, встаю и вижу, что на небе нет солнца. Всё. А почему сегодня дождь? Должно быть солнце. Я хочу солнце. И здесь это самый прикольный вид расстройств, когда я хочу, чтобы было солнце. Что за планета такая? Планета говно. Я хочу, чтобы было солнце. И вот, собственно говоря, в этом и есть вид этого невротического расстройства личностного. Оно очень сложное, потому что работать с пациентами, которые верят, что погода должна быть такой, как они хотят, это невозможно. Это можно только попробовать. То есть, если бы ты была моя пациентка, мы бы с тобой ежедневно, но еженедельно бы пытались бы привести критику, 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 критику. То есть, я бы даже не разговаривал бы с тобой на тему рационального диспута. Знаешь, почему, Оль? Почему? А потому, что у тебя, скорее всего, будет хорошо получаться с точки зрения логики. Да, в этом вот нет проблем. Вот, я это чувствую. И мои коллеги, они немножечко тебя недооценили. То есть, точки, они даже не знают, что с тобой делать. Знаешь, почему? Почему? Потому, что ты очень хорошо логически можешь шпарить таблицы, но результата не будет. Его и нет. Так, они тебя поэтому и недооценили, потому, что я поэтому и спросил, сертифицированно или не очень. Потому, что надо понимать, что такое истерия. И они, скорее всего, этого не знают. Они знают только АБЦ. АБЦ, истерия это про внутреннюю, это тот самый внутренний, кстати говоря, конфликт, который многие деятели АБЦ, они говорят, зачем искать внутренний конфликт, зачем этот внутренний конфликт. Вот, кстати, истерия это классический внутренний конфликт между тем, как должно быть и тем, как оно есть. Где, если бы эти люди изучали бы фундаментальный психоанализ, они бы знали тогда, что с тобой делать. А поскольку эти АБЦшники, они его не изучают, они не знают, что с тобой делать. А там бы было сказано, что единственный способ вылечить истерическое личностное расстройство это сформировать критическое отношение к собственному поведению у такой пациентки. И все психологические интервенции должны быть направлены на самокритику, а не на логику. Потому что логика они шпарят отлично. Ты логикой можешь какого угодно этого когнитивно-поведенческого терапевта зачморить. Ты еще и удовольствие от этого получишь. Так и получается, потому что они возносят меня, ой, какая ты молодец, как хорошо у тебя получается. И ты их наклонила всех. В этом смысле, я тебе про это и говорю, потому что они, вот эти люди, они должны понимать, что когнитивно-поведенческая терапия это не панацея. Человек должен иметь более фундаментальное понимание психотерапии. Что с тобой делать надо? И с тобой нельзя работать через логику, с тобой надо работать через самокритику и через собственную самодисциплину и через вообще вопрос такой, знаешь, эгостенциальный, а что ты хочешь вообще? Ты вот хочешь требовать? Иди требуй. Что ты ко мне пришла? То есть вот так примерно. И вот когда ты в какой-то момент постучишься в кабинет и скажешь, ты знаешь, я поняла, я действительно не права. И вот это, считай, переломный момент. А когда тебе там лижут жопу, какая ты умничка, какая ты молодец, понимаешь, это не терапия для тебя. Ты просто ходишь там размышляешь логически, но потом закрывается дверь, ты говоришь, так, суки, как я сказал, так и будет. Да. И это их ошибка профессиональная. Привет вам от меня большой. Хорошо. Скажи, пусть учат матчать психоанализы. И хотя бы ты сам. но я сейчас так, конечно, гостебусь, но по-доброму, да, я хорошо ко всем отношусь, просто это как раз типичный кейс, когда люди, знающие АБЦ и СМР, они недооценивают вообще, что такое личностное расстройство, вообще, как с ними надо работать. Смотри, ты сама что думаешь по поводу критики? Ну, на данный момент, конечно, но я считаю для себя это неприемлемым, как же это, я буду себя критиковать. Но для того, чтобы мне выйти из этого всего, мне придется это делать. И причем очень жестко если бы ты, опять же, тебе говорю, Олечка, если бы ты была моей пациенткой, я бы тебе постоянно бы приводил бы только критики. Вот ты бы пришла ко мне, да, в понедельник на консультацию, в пятницу, не знаю, кстати, в каком городе? Екатеринбург. Кстати, у вас там есть филиал ассоциации, если не ошибаюсь. И собственно говоря, я бы тебе говорил, ну что, рассказывай, как на этой неделе ты была неправа. Понимаешь, как бы начиналась моя терапия? Как ты на этой неделе была неправа? Ты говоришь, ты знаешь, я была неправа с сыном, я была неправа на дороге, я была неправа дома, я была неправа на работе, а как ты была неправа? Я бы в тебе какую бы эмоцию развивал, как ты думаешь? Которая у тебя отсутствует часто? ну подумай. Какая эмоция отсутствует у исторического расстройства? Спокойствие? Стыд. Стыд. Тебе, вот я бы первый этап консультирования, я бы развивал в тебе стыд к собственному поведению. кстати, да, я не чувствую в принципе стыда ни за какие свои ни поступки, ни действия. Ну так поэтому люди, которые с тобой занимались, они должны психоанализом хорошо заниматься, а не КПТ. вот сейчас это понятно, о чем Алексей все время в Ютьюбе говорит про этот детский сад. Сейчас понятно. Потому что ты нуждаешься именно в стыде к собственному поведению для развития критики. И если бы ты этот стыд выдержала и он бы пропитался, то этот стыд был бы той самой фундаментальной платформой для критики. И тогда бы у тебя это АБЦ зашло бы очень хорошо со словами да, действительно ничего потерпишь, да, действительно ты тут не пуп земли, да, действительно неприятно, но и вот тогда бы рациональная часть уже была сопровождением. Но сначала на базе должен выстраиваться стыд и критика, а потом уже логика. Уловила в чем была недоработка? Да. Что думаешь? Работать? Работать, еще раз работать думаю. Как работать? Что самое главное, Оль, повтори? задавать себе вопросы, как я была не права в той или иной ситуации. Еще. Критиковать себя со словами, что ничего страшного потерпишь, ничего с тобой не будет. какая задача развития критики и стыда? Задача? Зачем вообще тебе вот эта критика к себе? реально смотреть на вещи? Ну да, ты просто пойми, что если ты вот сядешь одна в комнате, да, вот так вот честно, задашь себе вопрос, ты скажешь, Оля, ты хочешь не испытывать таких ярких эмоций? Они тебе вообще мешают эти эмоции, Оль? Конечно мешают. А как они тебе мешают? Чем они тебе мешают? Тем, что я не могу с ними совладать, справиться, они берут надо мной вверх. Это понятно. А как они негативно влияют на твою жизнь? Ну, даже в проблемах, вернее, проблемы создают в личных отношениях, то есть во взаимоотношениях с мужем. Да, конкретно, первое, мы из-за этого часто ругаемся. Да, он в принципе не понимает, почему я так сильно как бы истерю. Да, конечно, не понимает, тоже не психиатр, как он поймет. Итак, первое, я хочу, хочу, чтобы ты сейчас поняла, что я делала. Я пытаюсь сформировать базу для критики. Я хочу работать над своими эмоциями, потому что они мне мешают конкретно, первое, я часто ссорюсь из-за этого с мужем. Второе. Проблемно тоже с детьми. Много чего я не принимаю в их поведении за счет этого. Я срываюсь на детей, и это плохо. Второе, принято, еще. В порыве, например, гнева, эмоций, я побить себя могу в легкой форме. То есть ударить могу. В принципе, это уже достаточно остренько. Поэтому я и сказал про историю, была ли ты госпитализирована в остром состоянии. То есть если ты себя можешь побить, себя или кого-то? Ну, это редко, конечно, бывает. Это было один-единственный раз, после этого я как бы стала очень жестко себя контролировать. А что ты делала? Я не помню уже ситуацию, которая спровоцировала такой выплеск огромных эмоций, и я точно помню, что я сейчас как бы ударила себя, грубо говоря, в кость. Конечно, у меня потом образовалась огромная-огромная гематома, и я уже потом начала себя запаривать, что вдруг я себе отбила печень, понесла себе гетатика и позамкнутому кругу. После этого раза я вообще не стала подавить здесь. Но видишь, как аргумент уже выразумел. То есть, в принципе, если вообще ты здесь находишься, я тебе так могу сказать, если бы ты была безнадежна, как личностное расстройство историческое, ты бы здесь не находилась, и ты бы не ходила по терапевтам, хоть они немножечко промахиваются. Сам факт того, что ты здесь, и сам факт того, что ты это критически осознаешь, это уже хорошо. Тебе просто надо правильно было направить и правильно тебя поддерживать, потому что ты человек, который нуждается в еженедельном. Оля, в чем были ошибки? Оля, в чем были ошибки? Оля, как ты была неправа? Понимаешь, о чем я? Оля, как ты была неправа? Потому что тебе нужно регулярно давать обратную связь, как ты была неправа, как ты была неправа. Ты говоришь, Леш, я была неправа, здесь там, половина права на неделю там. И вот если бы это регулярно бы с тобой проводилось, ты бы увидела, что у тебя потихонечку-потихонечку этот гнев сам по себе начинает меньше и меньше тебя захлёстывать. Никогда не будет так, чтобы ты не злилась больше, или чтобы ты не поднимала градус. Просто этот градус будет управляем. Но в твоём расстройстве, чтобы он стал управляемым, тебе придётся просто научиться принимать разные расклады на планете и с людьми. А для этого требуется внутренняя критика. Поняла тактику терапии? Да, поняла. Какая основная тактика? Задача какая? Развить? В чём я была не права? Развить чувство стыда. Чувство стыда и критическое восприятие собственных требований. Запомнила? Да. Ну и я буду всё пересматривать на один раз, поэтому я... Скажи, а мы можем этот ролик на Ютьюбе сделать, как истерия? Да, можно. Спасибо. Потому что это будет очень полезно ещё для ассоциации, если честно. Потому что вот эти вот АБЦ и КПТ, они, конечно, ребята, молодцы, но я бы хотел как раз этим роликом показать, что не всё объясняется АБЦ. Вот поэтому я и бегаю терапевт к терапевту, потому что, как я только прихожу, одна-две сессии проходят, где они там, естественно, мне объясняют про вегетатику, и как только начинается, снова открываем тетрадь, введём таблицу. Всё, здесь я понимаю, что мы снова идём не туда. Да даже если и туда, то основа должна быть для критики сначала. Люди должны быть для тебя, во-первых, смотри, ещё такое для этих моих коллег тогда, да, и для тебя. Вот ты сейчас вот должна это понять. Смотри, ты когда будешь выбирать консультанта, он должен быть для тебя очень авторитетным. Настолько авторитетным, чтобы ты его не обесценила. Потому что, когда ты приходишь к мальчикам и девочкам, которые сами перед тобой пугаются, и говорят, какая ты молодец, ты их так быстро внутри обесцениваешь, что никакой терапии речь не идёт. Да, правда. Так в этом и есть фундаментальная штука психоанализа, что ты должна испытывать уважение и даже небольшой трепет перед своим консультантом, а не перед этим детским садом, понимаешь? И вот если твой консультант будет для тебя авторитетом в твоём расстройстве, вот тогда критика и сформируются, когда он скажет, Оля, что за херня-то? Представь себе, что те люди, которым ты приходил, этот детский сад, скажут, Оля, что за херня? Ну вот, видишь, сейчас всё равно проблема где-то найти такого консультанта. Дело сейчас не в этом. Ты поняла модель саму? Модель, да. Вот. И я хочу, чтобы ты поняла, что дело не в методе, а дело в личности. Особенно у таких пациентов, как ты. Чтобы развить самокритику, и чтобы развить внутреннюю терапевтическую процесс, терапевт для тебя должен быть очень авторитетным. Почему личностные расстройства очень сложны в терапии? Знаешь почему? Хочешь честно. Хочу. Люди пограничных вариантов, они очень быстро, эмоционально наклоняют своих консультантов. И как только у них это получилось, они их обесценивают и уходят. То есть они пришли, сказали, ну чё, кто тут из нас сверху? Здравствуйте, Ольга, да, да, берём новички, надо записать. Всё, ты говоришь, бля, понятно. Всё. Следующее. С тобой нужно уметь выстраивать терапию. Консультант должен быть на несколько голов сверху и в принципе отчасти даже не досягаем. Чтобы ты, как бы ты там не изъёживалась, как бы ты не крутилась, он для тебя должен быть авторитетом непоколебимым. И вы будешь приходить, садиться и говорить, здравствуйте, я была не права на этой неделе. Вот когда он будет для тебя авторитетом, туда терапия у тебя и пойдёт. Поэтому ищи авторитеты для себя, а не детский сад. Хорошо. Будем. Уловила? Уловила. Супер. Ещё раз, какая главная задача твоей терапии? Формирование самокритики и формирование стыда. На основании чего? На основании вопросов, как я была неправа. Верно. А для чего тебе самокритика и стыд? Для того, чтобы не портить отношения с мужем в семье, не срываться на детях, не причинять себе вред. Супер. Вот последняя фраза была очень клёвой. Моя задача сформировать критику, стыд к своему поведению для того, чтобы снизить эмоции, потому что мне это вредно, плохими отношениями и последствиями. Вот это запомнила? Да. Вот с этой мантры ты должна просыпаться каждый день и засыпать. Поняла меня? Поняла. Ты точно поняла? Точно поняла. Пересматривай это видео несколько раз, и ты поймёшь, что только одно это видео будет для тебя мотивацией и авторитетом. Ясно? Да. Теперь поняла некоторую хитрость, почему, ну скажем так, очередь большая. Я для многих очень авторитетный человек, они это чувствуют. Ну это естественно. Поэтому в этом и есть сила психоанализа. Можно иметь сколько угодно дипломов и сколько угодно реалий, но при этом не иметь авторитета внутри пациента. А можно иметь этот авторитет. И только один этот авторитет будет давать огромные результаты. И эти люди это понимают прекрасно. И ничего с этим сделать не могут. Как бы ни старались. Я это тоже понимаю, поэтому я и на сезонах, и на терапии, и на точке роста, и всё, всё, всё. Но тебе нужно, чтобы тебя системно давали, понимаешь? Чтобы тебе системно говорили, так, ну чё, рассказывай. То есть, точка роста и сезона это технология, но тебе в твоём конкретном случае надо, чтобы тебе системно прилетало от твоего консультанта. Понимаешь? Понимаю. И вот тогда у тебя всё будет хорошо. Теперь всё отлично, понимаешь. Умничка. Я желаю тебе успехов и пересматривай это занятие и запомни, что у тебя всё будет хорошо, если только ты сама этого захочешь. а не потому, что ты должен логически что-то писать в тетради. Спасибо огромное. Успехов тебе. Спасибо большое. Пожалуйста, удачи. Так, ну, в принципе, мне кажется, ещё более интересно. У нас с каждым разом всё интереснее и интереснее. Да, смотрите, я получилось вам показать, как выглядят настоящие фундаментальные базовые психоаналитические принципы. получилось вам показать, как выглядит ошибка когнитивно-поведенческой терапии, в чём детали именно истерии, в чём детали, в общем, в принципе, мне кажется, кейс для многих был интересный.